Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Ким. Я являюсь профессором Международного медицинского центра Госпиталь Бундан Сеульского национального университета. Для меня сегодня большая честь выступить перед вами и рассказать о нашем госпитале, а также о работе Международного медицинского центра. Госпиталь Бундан Сеульского национального университета является третичным госпиталем, который был первым филиалом Госпиталя Сеульского национального университета. Мы находимся не в самом Сеуле, находимся в пригороде Сеула, это юго-восточная часть провинции Кенги, и, соответственно, выполняем роль регионального медицинского центра оказания скорой медицинской помощи. Так как мы являемся филиалом Сеульского национального университета, то, соответственно, являемся базой для прохождения практики и обучения студентов старших курсов, а также прохождения интернатуры и ординатуры на базе нашего госпиталя. Ну и по форме собственности госпиталь является учреждением особого статуса. Это означает, что при формировании и открытии госпиталя была часть инвестиций. В настоящее время госпиталь со стороны государства, в настоящее время госпиталь полностью находится на самообеспечении. Вы видите, что в нашем госпитале оказывается не только медицинский сервис, также есть инновационный медицинский парк, где проходят научные исследования и разработки, и образование, то есть Международная медицинская академия. Сегодня очень много стажеров и врачей из-за рубежа приезжают на стажировку и прохождение обучения по различным специальностям на базе нашего госпиталя. По истории госпиталь при Сеульском национальном университете является одним из старейших медицинских учреждений, который начал проповедовать западноевропейскую медицину. Еще начиная с 1885 года, когда в царские времена был открыт впервые госпиталь европейского образца, который назывался Си-Джунгон. Далее в 1978 году был организован наш материнский госпиталь, госпиталь Сеульского национального университета, который находится в Сеуле. В 2003 году в связи с экономическим ростом и разрастанием города Сеула была необходимость в создании национального госпиталя в южных окраинах столицы. И было выбрано это место, город Сонгнам, район Бундан. И в 2003 году был открыт первый филиал госпиталь Бундан Сеульского национального университета. Его уникальностью было то, что госпиталь был первым в мире госпиталем, медицинским учреждением, который был полностью оцифрован и работал без бумаги и пленки. В 2010 году мы получили седьмую степень электронизации организации ХИМС Аналитикс. Это означало, что в 2010 году наш госпиталь был полностью оцифрован и один из самых лучших цифровых госпиталей в мире. В то время мы были единственным госпиталем, который получил седьмую степень, это самая высокая степень за пределами США. В 2013 году мы открыли наш второй корпус, где разместились нейрохирургические и онкологические центры, а также ввели вторую программу в работу ХИС, госпитальной информационной системы Бестке. В 2016 году был открыт инновационный медицинский парк. Это парк, который позволяет проводить современнейшие медицинские исследования и разработки. В госпитале работает около 5000 сотрудников, из них вы видите около 800 врачей и 1700 медсестер. Дальше это работники-фармакологи, медперсонал, административные работники. Общая вместимость госпиталя 1324 койки. Вы видите, что есть различные палаты, ВИП-палаты, одноместные, двухместные, пятиместные. Много пятиместных палат связано с тем, что государственная страховка Кореи покрывает только пятиместные палаты. Так как мы являемся государственным госпиталем, соответственно, в нашем госпитале много пятиместных палат. Есть отделение реанимации, большое отделение реанимации для новорожденных, отделение гемодиализа, отделение скорой помощи, а также в госпитале функционирует 39 операционных. Здесь вы видите то дорогостоящее оборудование, которое есть в госпитале. Но, в принципе, таким образом оборудованы многие медицинские учреждения Кореи. Но я хотел бы отметить ваше внимание на цифры, которые стоят в скобках. Это количество исследований, которые проводятся на одну единицу оборудования. То есть вы можете увидеть, что делается огромное количество исследований в день. То есть около 800 компьютерных томографий, около 350 МРТ и так далее. Также у нас есть три хирургических робота DaVinci, гамма-нож и у нас свой циклотрон. Мы сами синтезируем радиофармпрепараты, поэтому у нас нет проблем с проведением ПЭД-сканирования, а также других радиозатопных видов исследования и лечения. По госпитальной статистике, помимо стационара, есть также и поликлиника. В день это около 6500 посещений. Средняя продолжительность госпитализации составляет 6,5 дней. Это связано с тем, что госпиталь активно внедряет лапароскопическую и мини-инвазивную хирургию. Ежедневная заполненность в кое-какое место. КОЕК составляет около 90-95%. И в 39 операционных в день проводится около 175 крупных операций. Очень коротко о клинических достижениях госпиталя. Госпиталь является лидером в области лапароскопической хирургии. Профессор Ким – один из знаменитейших хирургов не только в Корее, но и также за рубежом. Профессор Ким очень известен и в России. Был несколько раз в Москве и проводил мастер-классы и лекции. Он первый в мире провел 500 лапароскопических гастроктомий при раке желудка и доказал безопасность их выполнения. До сегодняшнего дня проведено более 5500 операций по поводу рака желудка лапароскопически. И последнее достижение – это способ лечения рака желудка через синглпорт. Проведено также большое количество операций, о чем было доложено в очень известном журнале «Хирургическая эндоскопия». Достижения по другим клиническим нозологиям. Вы видите, что практически 90% всех операций в гинекологии проводятся через синглпорт. Впервые в мире была доказана безопасность проведения лапароскопических операций у беременных женщин. Очень хорошие результаты по колоректальному раку. Вы видите, что 96,4% всех операций при колоректальном раке проводятся с сохранением анального сфинктера. Также очень выдающиеся, я считаю, результаты по пятилетней выживаемости у пациентов с раком толстой кишки. То есть у нас в госпитале это 75,8%. Хорошие данные по лечению рака легкого. Вы видите, что 90% всех операций при раке легкого выполняется торокоскопически. И процент пятилетней выживаемости составляет более 80%. 70% операций при раке печени также выполняются лапароскопически. То есть достаточно хорошие результаты по пятилетней выживаемости. Также вы видите, что впервые в мире, либо впервые в Корее были сделаны лапароскопические операции на печени. И одно из последних достижений – это лапароскопический забор печени у живого донора, что открыло зеленый свет для проведения родственных трансплантаций печени. Очень хорошие данные по лечению рака предстательной железы. Проведено уже более, по-моему, 3000 операций. Немножко устаренные данные. Очень высокий процент пятилетней выживаемости и очень маленький процент по осложнениям после операции. Выдающиеся данные по лечению острого коронарного синдрома, а также острого нарушения мозгового кровообращения. Вы можете увидеть, что наши данные превосходят данные, полученные в Соединенных Штатах Америки, в ведущих клиниках США, таких как Мэйо, Кливленд или Джон Хопкинс. Одна из самых гордостей нашего госпиталя – это, конечно, госпитальная информационная система. Система, которая интегрирована и включает в себя не только историю болезни пациента, не только ПАКС, то есть это архивированные снимки, но также врачебные назначения и все дело производства госпиталя. То есть весь менеджмент и управление происходит благодаря этой системе. Более подробно о клинических результатах вы можете увидеть в книге клинических результатов, которые мы впервые в Корее опубликовали в 2018 году, еще в мае месяце. На данный момент вышла вторая публикация о наших данных. То есть вы можете зайти на сайт нашего госпиталя и посмотреть. Очень много информации, особенно о клинических результатах в нашем госпитале. Очень коротко о Международном медицинском центре нашего госпиталя. Начало истории нашего центра начинается с 2010 года, когда начал предоставляться сервис по обслуживанию иностранных пациентов. Тогда был один ответственный работник, который занимался этим. В 2012 году был реорганизован центр, и назвался он Международный медицинский центр, где был один врач, одна медсестра и русскоговорящий координатор. За это время прошло, можно сказать, историческое развитие. И на данный момент в госпитале работает 15 сотрудников, включая 4 профессоров, которые ежедневно принимают и занимаются лечением и координацией лечения иностранных пациентов. В нашем госпитале. Здесь, на этом слайде, вы видите процесс оказания услуг. То есть мы встречаем иностранных пациентов в аэропорту, размещаем, помогаем с размещением и делаем все возможное для того, чтобы пациенты чувствовали себя удобно во время приезда в Корею. В госпитале также предоставляется перевод во время приемов и обследований. Если есть необходимость, то есть служба консержа, которая оказывает услуги по предоставлению экскурсионных программ по запросу пациентов. После окончания лечения также наш центр оказывает услуги по предоставлению трансфера. Естественно, в связи с пандемией, конечно, поток пациентов очень сократился. И на данный момент служба консержа немножко находится в таком неактивном состоянии. Однако я надеюсь, что пандемия скоро закончится, и мы снова сможем встречать наших пациентов и заниматься предоставлением медицинской помощи в нашем центре. Одно из отличительных особенностей в том, что мы проводим систематические консультации с врачами-специалистами нашего госпиталя. И каждый раз, когда пациенты запрашивают и присылают свою информацию о своем заболевании, то дается достаточно развернутый и полный ответ профессора с учетом современных понятий и знаний в области определенного заболевания. Кроме того, в центре оказываются услуги от начала до конца. Практически при первом посещении пациента осматривает врач Международного медицинского центра, который делает полную оценку состояния пациента. Они ограничиваются только теми проблемами, с которыми приехал пациент. Потому что часто бывает, что пациент говорит, что у него одна проблема, но при общем осмотре получается, что есть и другие проблемы, которые нужно решать пациенту в этот приезд. Также для стационарных пациентов проводится ежедневный обход врачами и работниками Международного медицинского центра с целью получения информации и координации лечения пациентов иностранных в нашем госпитале. Все это позволяет оптимизировать клинические результаты и позволяет способствовать быстрейшему выздоровлению наших пациентов. Спасибо большое за ваше внимание. Был очень рад за ваше внимание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok